Музыка Интригующим названием мероприятия гостей любого возраста в минувшую субботу зазывал Центр внешкольной работы. В помещении Фабла по улице Советской 26 января открылся лабиринтум – множество маленьких комнат по количеству предлагаемых мастер-классов. Название возникло вообще спонтанно. Во-первых, само помещение располагает к тому, что здесь очень много различных уголочков, и мы захотели все эти уголочки сделать интересными. Ну и лабиринт – это своего рода головоломка для развития ума, мыслительной деятельности. Общались ли вы когда-нибудь с нашей планетой? Пожалуй, таким практическим опытом похвастаться могут лишь космонавты. А здесь, в лабиринтуме, каждому посетителю сама Земля рассказывает о себе множество интересных фактов. Попробуй все запомнить. Он вообще рассчитан для детей от 4 лет. Ну то есть детский сад по причине своего только маленького возраста, они могут хотя бы ориентироваться, какие у нас есть континенты, какие океаны, какие моря. И вот это такое для развития общей эрудиции ребенка очень интересно и полезно. Мы занимаемся вместе с говорящим глобусом, мы выполняем разные задания, ищем разные страны. Другое помещение встречает юных художников. Причем на мастер-классе за довольно короткий промежуток времени вы научитесь рисовать 3D-рисунок. Оказывается, не так это и сложно. У нас должна получиться как обман зрения, иллюзия, объемная рука. Как у тебя вот успехи на данный момент? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, пальцы похожи, но тут не очень. Ты раньше знала такой прием, чтобы сделать объемный какой-то рисунок? Ну, я знала, но еще не делала. Техническая лаборатория Фаблаб вновь встречает юных техников. Руководитель Валерий Серпева просто и увлекательно дает новый урок серьезной науки физики. Самостоятельно изготовить сенсорную кнопку и убедиться, что все мы и каждый человек в отдельности являемся проводниками тока. Мы делаем такой механизм, если взяться, то будет ток. Я сегодня в первый раз работала паяльником. Мы с учащимися собираем вот такое интересное устройство, которое определяет, у каких предметов есть сопротивление. Например, у тела человека есть сопротивление. Все знают, что если через человека отпустить ток, то его ударят током. Тем самым можно проверить, справда ли это. У нас даже идет светодиод, тем самым мы определяем, что у нашего тела есть сопротивление. Если быть точнее, здесь находится транзисторный усилитель. Два этого слова никому ни о чем не говорят. Но если сделать ее в такую вот штуку, в несложную оболочку, то всем понятно становится, как эта штука работает. Интересный эксперимент. Собрать спочку. Мы берем два контакта. Если я прикоснусь до вас, зажигается светодиод. Без чего невозможно полететь в космос. Конечно, без специального космического аппарата. И кто знает, может быть, именно в Ярселе подрастает тот самый будущий всемирно известный инженер-конструктор. На площадке сборки изделий из космолего занять вашего ребенка обещают на довольно продолжительное время. От 45 минут до 2,5 часов. И каждая минута гарантированно будет проведена с пользой для юного техника. Возраст сборщиков может варьироваться. К слову, в первый день работы музея самой юной участницы технического урока было всего три. У нас маленькая площадка. Мы занимаемся лего-конструированием. У нас шикарный набор лего-космические проекты. Сегодня мы работаем в свободной форме. А так вообще комплект предполагает выполнение детьми нескольких миссий, связанных с освоением космоса. Миссии построены на реальных событиях. И, в принципе, достаточно интересно. В какой-то мере одаренность ребенка с возрастом снижается. И подчас маленькие дети показывают шикарные результаты, а в отличие от детей постарше. По словам организаторов, «Лабиринтум» – это не только первый технический музей, но и своеобразная визитная карточка самого центра внешкольной работы. Придя сюда со своим ребенком, вы сразу поймете, к чему лежит душа у вашего малыша. Мы сейчас вам представим наши космические весы. Мы узнаем, какой вес у нас у каждого ребенка на Земле и узнаем, какой вес на каждой из восьми планет. Космические весы – мечта любой женщины. Даже если ваш земной вес не очень вас устраивает. Есть другой вес, который вас непременно порадует. Это другая планета. Марс, пожалуйста, 24 килограмма. Приобретение главных экспонатов технического музея стало возможным благодаря гранту общества «Газпром. Добыча на дым» в размере 500 тысяч рублей. Так появились космические весы, перчатки космонавта и космолего, которые уже захватили внимание юных эрсалинцев. В дальнейшем лабиринтум будет пополняться новыми экспонатами, которые воспитанники ЦВР будут создавать своими руками. Кроме того, планируется открытие нового технического направления для детей младшего школьного возраста «Фишер-техник» – собирание конструктора. Музей будет работать на постоянной основе, но время для посещения будет определено. В связи с тем, что здесь проходят учебные занятия, мы разработаем график посещения. Скорее всего, что это будет субботний день. И также сможем приглашать всех желающих походить и посмотреть то, что у нас появилось. Татьяна Журавлева, Виктор Утробин, Владимир Беленко. Специально для Ямальского телевидения из технического музея «Лабиринтум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова